Ребенку делать искусственное дыхание в сто раз тяжелее, чем взрослому. На лед выходить нельзя. Известная истина и важный акцент перед наступлением горячей пары тонкого льда. Для учащихся с 7-го лицея, которые расположены недалеко от берега канала имени Москвы, провели открытый урок по безопасности на воде. Сотрудники Химспаса рассказали об основных угрозах и о том, как защитить себя. На занятия пригласили учеников 5-х, 6-х и 7-х классов не случайно. Это возрастная группа, которая больше проявляет интерес на водоемах, которые более уже такие хотят на практике проверить те знания, которые они получают на уроках ОБЖ. Поэтому мы решили, чтобы они в теории посмотрели и прочувствовали это, что нельзя выходить на лед. Весь канал в промойнах. Выходить на канал запрещено. Ну вообще нельзя выходить на лед, потому что он может провалиться. И в каждых местах там разное по толщине, там где-то в одном месте он тонкий. Основательный промерзнуть канал не может не только из-за сложного химического состава судоходной трассы, но и из-за того, что это искусственное сооружение, вода в нем круглый год движется. Ведь ее количество постоянно регулируют. В прошлый зимний период химкинские спасатели сняли с воды 14 человек, 8 из которых были дети. Каждый день, готовый к подвигу, отряд делает все, чтобы обезопасить людей, предотвратить трагедию. Самое главное опасное в том, что человек проваливает под лед. Первые 30 секунд одежда работает в качестве сплошного жилета, а потом она работает в качестве якоря. Тянет вниз. Даже если человек выкарабывается на лед, и ему не оказать первую помощь, как-то согреть. Человек, если будем говорить о печальном, погибает от переохлаждения. И рефильторная остановка сердца. Если вы увидели, что человеку на воде нужна помощь, звоните по номеру 112 и уточняйте координаты. Их можно узнать по номеру столбов, которые расположены вдоль всего канала. Если же под угрозой оказалась ваша собственная жизнь, есть несколько правил. Очень важно самообладание. Не паникуйте. Мышцы на ногах начнут неметь только через 10 минут. Пытайтесь активно двигать ногами и подтягивать себя за локти. Пригодятся острые предметы, чтобы цепляться за лед. У рыбаков они специальные, но в жизненно опасной ситуации помогут ключи, лыжные палки, ручки, что угодно. Активно зовите на помощь, чтобы окружающие не прошли мимо. Но лучше и вовсе не выходите на тонкий лед.